И все говорят, что у нас какие-то бешеные цены. По сути, нет у нас бешеных цен. Уж поверьте мне. Когда были бешеные цены, к нам пришли интернет-вещатели. И говорят, что будут колеса дешевые. Так ли это? Да нет, естественно. Потому что все так же опустили цены. И по сути, нет необходимости к нам привозить колеса. В том числе, нет необходимости нам привозить сервисы. Потому что, по сути, они у нас есть. И мы демонстрируем сервис Yikogama. Который располагается на улице Оренбургской 2G. Как сюда туда ехать? Все прекрасно знают. То есть, тут даже вопросов нет. Тройной перекресток и чуть сюда. В сторону Телевышки. По верхней улице. По стороне лесопарка. Вы сюда приезжаете. Вот. И здесь уже меняете свои замечательные колеса. Какая резина вас здесь ждет? А вот об этом мы сегодня и переговорим. Ну началось. А мы вас и будем бомбить. Представляете, нехороших людей в городе много. К примеру, тот, кому автостоп в горле встал. Хотят его придушить. А не получится. Другой вопрос. Приезжие товарищи. Да их товарищами не назвать. Все хотят нам продать колеса. Но постойте. Ценники были в разы, когда все строилось. Сейчас все построилось и мы ваши цены опускаем. Теперь вопрос другой. Ведь думают господа, что у нас много спецов с машинами разбирающимися. Опять не посмотрели автостоп. Ему скоро 15 лет как грядет. Так вот. Нормальных специалистов практически нет. Да и какашки я вам показывать не буду. Ау! Вы где? А теперь вернемся в Якогаму. Вообще как-то все ровно. Ни тараканов. Работают спокойно. Продают резину по нормальной цене. Вам естественен выбор запчастей вместе с нормальными ценами на масла. И вы даже не канифольте. Здесь все вам и поставят. И когда вы понимаете, что машина ваша не едет так, как нужно. В принципе, в нормальном автомобиле вы это не поймете. Потому что есть стабилизаторы, есть тяги поперечной устойчивости. Есть то, что не дает вам почувствовать неровности колеса. Но как только вы залезете в багажник, вы начинаете понимать, что с вашими колесами что-то неправильное. Потому что камера начинает дрожать. Хотя, по сути, то все должно быть нормально. Если бы вы ездили на нормальных колесах. И возникает вопрос. Наверное, необходимо подвеску поменять. Кстати, не подвеску, а колеса поменять. Кстати, хорошие колеса надо менять в тот самый момент, когда вы влетели куда-то. Потому что бывает такое, что заехали и, в принципе, колесо вроде ровное, но уже не те характеристики. И вот тогда необходимо все-таки подвеску менять. Мы, конечно, как жители Магнитогорска скажем, что у нас в городе Магнитогорске шикарные дороги. Да, они шикарные. Но все равно, каждую весну мы куда-нибудь залетаем. А раз мы залетаем каждую весну и попадаем на новую резину, где необходимо эту замечательную резину купить. Но не факт, что то место, куда вы приезжаете, оно не должно быть таким крутым, как салон Екогамма. Потому что салон Екогамма, он действительно крут. Вот, кстати, здесь очень интересно, отапливается помещение? Вы посмотрели и поняли о том, как это все делается. Здесь даже зимой не замерзает, представляете? Вот. Те же самые цены, которые были раньше. Ну, чуть-чуть, но чуть-чуть приподняли. Кстати, я посмотрел за Максимовой спиной, есть замечательные масла. И я бы вам рекомендовал ездить на отечественных маслах. Кстати, здесь не только продается резина Екогамма. Здесь есть и Pirelli, здесь есть и Nokian, здесь есть... В общем-то, здесь есть много чего от того, что вам предлагает. Замечательная сеть. Вот. По одной простой причине. Ну, невозможно, чтобы все вам демонстрировать, как только Екогамма вам это дело обеспечивает. Поэтому есть и подешевле, и подороже. То есть, вы можете сюда прийти и сделать свой правильный выбор в пользу сотрудничества с фирмой Екогамма. Да и, кстати, вы здесь же можете не только себе колеса поменять. Хотя вот колеса поменять здесь очень классно. Здесь есть специальная комната для клиента. То есть, вам колеса поменяют, вы выйдете, у вас будет уже отбалансированная резина. Но и не только этим делом здесь занимаются. Здесь также вы можете заказать свои запасные части. И в будущем я вам это дело и продемонстрирую. А также оформить техосмотр и страхование. А то было крутое. Везде типа комнаты клиента. Ну, для самых тупых я объясняю. Колеса поменять это для тупых, как и масло в том числе. А вот с подвеской разобраться, шаровые или наконечники махнуть, да и колодки поменять. Вот там-то не нужны тупые люди. Там специалисты нужны. Как и те, кто может поменять и кольца, и маслосъемные сальнички на клапанах. Поверьте мне, я это сделать смогу. Но с некоторыми деталями нужны будут помощники. Да и я работаю дольше. Раньше сюда можно было прийти и поменять здесь только автомобильные колеса. Но теперь я вижу, что вы не только колесами занимаетесь, вы еще и другими вещами занимаетесь. Да, мы все делаем. Делаем двигатели, коробки, подвески. У нас ремонт такой обширный. То есть это все делается у вас, да? Все делаем. При этом цена как бы не сильно высока. Потому что раньше такое было, заходишь где-то там все красиво, так наворочено. Вниз опускаешься и начинаешь от цены офигевать. У вас нормальная цена? У нас доступная цена. То есть можно говорить, что приезжайте спокойно и все будет сделано. А тем более, если мы, допустим, берем вот здесь же запчасти, правильно? Да. Да, запчасти на заказ привозим, в наличии есть. Все есть у нас, это имеется. А допустим, вот я приехал и мне нужно поменять там рулевую тягу, да? Я знаю, как это делать, но есть же люди, которые это дело не понимают. То есть они могут спокойненько прийти в комнату отдыха, а вы за этот момент все это сделаете? Конечно, да. У нас есть комната отдыха, все. Пока мастер рассматривает автомобиль, клиент у нас отдыхает, все. Так что, господа, крутитесь вы как можете. В многорукий автостоп вам еще и попасть-то надо. Мысль правильная. Не на каждом товаре я поставлю метку автостоп. Не на каждом. Перед тем, как понять, что такое автостоп, вам предстоит сделать мои машины. Я человек крутой. Сделали? Так давай в эфир. Накосячили? Извините, я подожду, а потом вас так дивно пропесочу, что хорошо станет. Это работа автостопа. Вам показывать результат. Ну, а я вам показываю Йокохаму, что и говорит вам о том, что большая часть наших машин ездит на этой дивной резине. О том, что это качество и это недорогие цены. О том, что здесь проще купить запчасти, здесь же их установить. И о самом главном. Здесь нету цен дилеров. Просто люди работают над вашим автомобилем. То есть, по сути, о чем мы говорим. Цены небольшие. И в действительности вы можете здесь купить не только колесо, вы также можете поставить здесь и диски. Кстати, я это делаю. И вот у меня вот машина, которая стоит за Максимом, также зимняя резина на зимних дисках. И летняя резина на летних дисках. Причем цена, вариант. Это было классно. Потому что, и да, это Китай, но какая разница? По сути-то. Машина ездит на нормальных круглых колесах. Естественно, мы вам не говорим про Китай, потому что здесь все совершенно другое. И вы можете взять себе отличную резину, якогама. Японскую резину. Часть из которой производится и в России в том числе. По одной простой причине. То, что это супер резина. И в России уже научились делать, и не только колеса. Мы также делаем и масла, и все, что делается нужное для нас. И в итоге нам оказывается, что мы ни в каком кризисе не состоим. Ну да, ценники чуть-чуть приподнялись. Но они же приподнялись-то всего чуть-чуть. На 40%. И не более того, как?